А здрасьте! Друзья, всем привет! Формула 1 продолжается на нашем канале и у нас обзор Гран-при Баку, Азербайджан. Великолепнейшая трасса, великолепнейшая гонка, все просто мега круто. Я на самом деле очень тепло отношусь к трассе в Баку, многим она не нравится, мне она вот прям очень нравится. Да, там немножко одинаковые 90 градусные повороты, некоторые считают, что это скучно, но там есть, во-первых, длиннющая прямая, на которой можно прям обгонять, обгонять, можно развивать охренеть, какую большую скорость. А во-вторых, я не знаю почему, но как-то вот оно само собой, гонки, которые проходили в реальной жизни на этой трассе, они всегда, кроме прошлого года, были прям наиэпичнейшие. И кто не смотрел 17-18 год, я прям реально, откровенно советую посмотреть эти две замечательнейшие. Это просто были лучшие гонки сезона. И, в общем-то, давайте переходить к практикам и квалификациям. Они у нас, как обычно, были в прямом эфире, ссылочка вот здесь вот в верхнем углу сейчас появится для тех, кому это интересно. И сразу мы, наверное, начнем с результатов практик. Что самое главное? Квалификационный темп пошел нахер, короче, я с квалификационным темпом. Все остальное выполнено на фиолетовые результаты. Быстрый сектор, разумеется, тоже у нас делать не получилось. Из дополнительных целей настройки болида было делать впадло. Из стратегии на гонку было ясно то, что мы довольно-таки хорошо бережем резину. Это раз. Ну, а топливо, скажем так, плюс-минус. Да, что самое прекрасное, это была, конечно же, погода. Погода была хорошей погодой была, в общем-то, да. Потому что дожди что-то в последних гонках немножко поднадоели. И ни одному мне. И переходим, соответственно, к квалификации. Сразу сказать можно было, что мы надеялись на высокую позицию в квалификации, надеялись на высокую позицию в гонке. Потому что вроде как трасса обгонная и вроде как я неплохо ее знаю. Настройки у меня были немножко больше под прямую, а нет под повороты. Что, возможно, немножко важно. И, кстати говоря, у нас уже подходил к концу ресурс по коробке передач. И, соответственно, то ли здесь эту гонку коробка пережила бы. Правда, опять-таки, если вспомнить, как в Китае у нас вываливалась передача, здесь тоже могло быть такое. То ли же в Канаде уже в следующем этапе нам по-любому надо было менять эту самую злосчастную коробку, что каралось пятью позициями штрафа. И так как здесь больше шансов обгонять, я решил, что поставим мы ее здесь. Плюс, я не помню, мы до этого или после этого заказали улучшение на износоустойчивость коробки передач. Причем там такое глобальное улучшение. Вроде как после него должно будет хватать на хотя бы пять гонок этой самой коробки. И следующие замены, которые мы будем делать, уже плановые. Да, кстати, двигатель у нас уже тоже, кирдык скоро ему. Но у нас есть еще один, который мы можем поставить без штрафов. А следующие замены, которые мы будем делать уже, скажем так, скорее всего, это плановые замены будут. На СПА. И в Бельгии мы будем стартовать с последней позиции. И потом примерно в Японии, может быть в США. Там будет видно, конечно, ближе уже к этим этапам. Потому что двигатель уже следующий износится примерно в Венгрии. Но на Венгрию ставить новый особо не хочется. Там не обгонная трасса. Короче, до этого мы еще всего доживем. План по этим двигателям, коробкам, где получать штрафы у нас есть. В общем-то, еще примерно три этапа. Два этапа еще. Будет у нас со штрафами со стартом с последнего места. Но об этом попозже. В общем-то, у нас здесь мы знаем, что есть плюс пять позиций. Потому что здесь проще обгонять. И опять-таки, я решил коробку ставить именно здесь, а не на следующем этапе в Канаде. Хотя в Канаде тоже можно обгонять. Но здесь, мне кажется, это немножко проще. Поэтому как-то так, да. Пока мы ехали первую попытку в квалификации, произошла довольно-таки забавная ситуация. Лэнстрол решил убить Форточкина. Я не знаю, как это произошло. Тут, в принципе, выезд спидлейна, такой, который мне не очень нравится. Довольно-таки кончено. Я сам там убился один раз. Но, в общем-то, Строл повредил себе крыло. Видимо, потом его просто поменял. А Форточкин же сломал себе подвеску. И, соответственно, время в квалификации он не поставил. И мы заранее знали, что Рено, один из наших главных конкурентов, будет стартовать прям с последнего места. Это уже хорошо. Мы же после первой попытки занимали шестнадцатую строчку. Были на грани вылета. И, в общем-то, во второй попытке немножко улучшились. Этого хватило, чтобы улучшиться на две позиции. Четырнадца место после первого сегмента неплохо. Во втором же сегменте первая попытка на старых шинах была крайне неудачной. Во второй попытке я улучшался он больше, чем на секунду. В принципе, выхода в третий сегмент мы не очень хотели, поскольку это тратить еще один комплект. Поэтому тринадцатая позиция вот у нас прям устраивала. Правда, конечно же, штраф в пять позиций и старт с восемнадцатого места в итоге. Но да, здесь можно обгонять, поэтому надежды еще были. И мы переходим к гонке. Гонка у нас также была в прямом эфире. Все как обычно, в принципе, и ссылочка на нее сейчас тоже высветится. Гонка, вот сразу же за спойлерю, получилась, по крайней мере, интересной. В чатике об этом писали, что и события были, и обгоны были красивые, и мы обгоняли, и нас обгоняли. В общем-то, была интересная борьба, интересные стратегии, и все было классно. Опять-таки, схема трассы на ваших экранах. Мой любимый третий сектор, вот эта длиннющая прямая, это целый сектор последний. Вот после шестнадцатого поворота начинается он немножко перед поворотом, третий сектор. Короче, классно. И восьмой поворот, это тоже две машины туда не помещаются. Самая большая вероятность убийцы была именно там. Но благо, у нас осталось еще парочка флэшбэков с прошлых гонок. Я, правда, уже сбился со счета, но знаю, что их точно осталось. Пара штук, плюс три, которые нам выделены на эту гонку. Хотя, конечно, лучше проезжать без них. Но я не настолько крут. В личном зачете у нас пока что лидирует Вальтери Ботус. Мы за него, в принципе, и болеем в этом чемпионате, потому что... Ну, вы поняли. Болеть за Хэмилтона, ну, такое себе. 16 очков у них на данный момент отрыва. Мы переходим к стартовой решетке. На первом ряду у нас сегодня две Феррари. Как ни странно. Третий, четвертый у нас Хэмилтон и Ботус. Далее Ферстаппин и Стролл, который убил Акона. Райканин заехал на седьмую позицию. Вообще красавчик. Перес. Албан провалился. Далее, в общем-то, толком ничего интересного нет. Все наши соперники, все перед нами. Рассел на семнадцатой строчке. Мы восемнадцатые. Стартуем из-за штрафов. В Гасли почему-то очень плохо проехал. Наш напарник самый последний. Квалифицировался. Ну и Акон, который просто тупо не успел даже показать время в первом сегменте. Которого убил сын канадского миллиардерчика. Ему можно, знаете ли. Тактика на гонку была Medium-Medium-Soft. Мы еще думали, может быть, стартанусь с софта, попробовать прорваться. Но нет. Игра, в общем-то, как предложила, это была самая оптимальная из всех тактик, которые мы о чем думали. Какие варианты были, это был самый оптимальный вариант. Ну и небольшая просадка по топливу, соответственно, приходилось ехать немножко в экономическом режиме. Не обогащенку использовать здесь как бы немножко глуповато, наверное. Хотя хрен его знает. Я просто, я обращал внимание, что всякие киберспортсмены, которые гоняют задроты всякие. Они без проблем просто в течение всего круга знают, где не обогащенку включить, где обогащенку. Я, в общем-то, в такое не играю. Может быть, я и не прав, конечно, но не играю. Еще игра, кстати, предлагала проехать гонку с одним питом. Но там на 97% можно было шины угандонить. Если ехать не очень аккуратно. Я, в общем-то, рисковать не очень хотел. Лучше проехать с двумя пит-стопами на свежих шинах и всегда ехать быстро. И мы переходим к старту. Это был третий старт. То есть я пробовал стартануть два раза до этого и постоянно убивался. Потому что влетать здесь на внутреннюю, как-то соперники все время тебя зажимают. Даже сейчас, вы видите, Карл Сайнц немножко так близко к Апексу очень проезжал. То есть не оставлял места. Соответственно, было два рестарта. На третьем нам удалось не убиться. Плюс еще и мы две позиции отыграли на старте. Это было круто. Мы еще такого не делали раньше. В принципе, на тех стартах получалось позиции отыграть. Но Макларены потом меня убивали все время в первом повороте. И как-то не кайфово было. Соответственно, самое сложное позади. Переди у нас Макларены перед нами. И пытаемся их догнать и пройти. Перемещаемся сразу же на второй круг. Мы все еще в погоне за Сайнцом. И здесь есть такая вот связка поворотов, которая как бы проходится на газ в пол. Но вот на полном баке я не очень тренировался. И оказывается, на полном баке в газ в пол она не проходится. Соответственно, на старте гонки у нас произошло такой вот несчастный случай. После этого инцидента, кстати, довольно страшно там все время было проезжать как-то на газ в пол. А на третьем круге, на четвертом уже даже, ну в конце третьего, на четвертом, была борьба у двух Макларенов. Довольно, кстати, интересно было за ней наблюдать. И в этой борьбе Сайнц прошел Норрису без каких-либо проблем. Нам-то в принципе пофиг, кого было обгонять. Наша задача была к ним приближаться. Но за счет их борьбы они немножко замедлились. И мы к ним приблизились. И уже в конце четвертого круга, с крылом, с кнопочкой, с обогащеночкой, несмотря на то, что надо было топливо экономить, я в общем-то летел сломя голову на гигантской скорости. И здесь, соответственно, без особых проблем. Прошел Ландыша и впереди у меня был Карло Сайнц. 1,7 секунды. Надо за ним лететь. На восьмом круге я бы не сказал, что я сильно приблизился к Каркарычу. А что самое главное, меня стремительно догонял Ландыш. И даже попробовал меня атаковать, из-за чего немножко позднее торможение, я промахнулся мимо поворота. И здесь Ландо Норрис меня прошел, отобрал свою позицию обратно. Квят сзади нас прессовал, все впереди, кто на софте стартовали, уезжали вперед. Но, кстати, здесь еще одна прямая есть, на которой тоже можно открывать крыло. И справедливость, в общем-то, возторжествовала. У нас очередная борьба с Ландо Норрисом, и мы выходим из нее победителем. Надолго ли вопрос? На десятом круге начиналась первая волна пидстопов, и первым уехал Дэн Рикьярдо. За ним на одиннадцатом круге уехал Тапок. На двенадцатом Албан Стролл, Кими переобулись. Кими, кстати, переобулся в софт, все переобувались в медиум, а Кими поехал за вторым софтом. Что странно, на тринадцатом Грожан уехал, на четырнадцатом Джовинаци и Магнусон. И мы, соответственно, поднялись аж на шестую позицию. Впереди нас был только Сайнц, ну и Мерседеса с Феррари. У Сайнца к тому времени, кстати, комплект уже стал изнашиваться, видимо, сильнее, чем у меня. Я к нему стал приближаться, и, соответственно, на пятнадцатом круге, на старте пятнадцатого круга, по внешней стороне мне удалось до него добраться и провести обгон. И это, между прочим, очень классно. Мы вышли на пятую позицию, и такого еще никогда не было. Мы еще никогда не ехали на пятой позиции. Это просто надо было заскринить, хотя можете, в принципе, сейчас это сделать. На шестадцатом круге нас догнал Кими. На семнадцатом прошел Сайнца, а на восемнадцатом уже полез проходить меня. И так как он был на софте, он двигался с каким-то бешеным темпом. И попытка его обгона увенчалась для него успехом. Каркарыч был сзади, нас уже, кстати, Ферстаппин догнал. Но, благо, есть еще одна зона ДРС, которая на задней прямой, если можно ее так назвать. И на ней, конечно же, я попытался атаковать Кими вновь. Точнее, контр-атаковать Кими. Опять-таки, у меня слепстрим, обогащенка, ДРС, все кнопочки. Плюс настройки напрямую. И, в общем-то, я вхожу в этот поворот первый. Правда, по внешней стороне Кими меня трохи пнул. Не знаю, повредил он там что-нибудь или не повредил. Но, в общем-то, мы остались впереди. Но мы-то знаем, буйный финн просто так не слезет. После девятнадцатого круга мы заезжали в боксы. Из боксов мы уже выезжаем на пятнадцатой позиции. Мы выехали впереди Магнусона. То есть, обгона на трассе не произошло. Был обгон за счет пит-стопа. Мы обменялись с ним позиции. Он уехал там пораньше. И, в общем-то, мы ехали быстрее этот отрезок. Вот эта часть отрезка. Плюс впереди у нас был в семи с половиной секундах от нас Джовинаци. Сайнс в боксы не поехал. Аландаш заезжал раньше. Мы за этим, честно говоря, не сильно следили. Так как, по сути дела, борьбы с ним уже не было. Он подотстал. А мы перемещаемся на двадцать пятый круг. На двадцать пятом круге Антоха Джовинаци уже прошел Грожана и Гасли. Умчал куда-то вперед на своем софте. Ну и мы, соответственно, догнали эту парочку. И на этой нашей любимой длинной прямой было самое время их атаковать. Гасли, кстати, уезжал в боксы на этом круге. Мы его прошли прям даже до заезда в боксы. А перед поворотом у нас прошла заруба против Грожана. И, соответственно, по внутрянке на позднем торможении. Видимо, у меня более живые шины. Без каких-либо эксцессов мы его проходим. Впереди у нас опять-таки Джовинаци, которые довольно близко в секунде от нас. Чуть больше. Его софт, разумеется, уже тоже вздыхает. В общем-то, надо и его проходить. Каркарыч тем временем, кстати, заехал в боксы кругом ранее. И выехал в десяти секундах позади нас. Переобулся он, правда, в софт. Но сидел он очень долго на этом медиуме. Разумеется, у меня на свежих шинах темп был намного выше. И за эти пару кругов, сколько мы ехали в погоне за Грожаном, Джовинацией и Компашкой, Сайнц, короче, пересидеть нас не смог. К концу этого круга участь обгона настигла и Джовинаци. По внешке мы его проходим. А между тем, сзади Каркарыч несется на своем свежем софте и штампует лучшие круги. Может быть, его тактика с переходом на софт и сработает. Правда, догнать одно, а обогнать немножко другое. На 31 круге, по сути дела, мы уже гнались за двумя форсиндиями. Только они были впереди нас. Ну и, разумеется, еще большая шестерка, которая как бы не в счет. Сзади же, в двух секундах до нас был Кимми. Но он же, кстати, переобулся в медиум. И у него была интересная стратегия. И, в принципе, он очень классно квалифицировался. Несмотря на то, что у него Альфа Ромео мог заработать охренеть, какие большие очки для них. Вроде как у них еще нет очков вообще. Но ему не везет, он сходит с дистанции. И, в общем-то, его стратегию получилось бы у него или нет, мы уже, увы, не узнаем. Нам же еще терпеть до 39 круга. У нас на 39 круге последний пит с переходом на софт. Переди две форсиндии, точнее две рейсингпоинта. Пробуем, в общем-то, их догнать. На 34 круге я уже был в зоне крыла от розового Мерседеса. В принципе, не так быстро я его догонял, как хотелось бы. Не такая большая разница в темпе у нас была. На длинной прямой я лишь к нему приблизился, на задней прямой попытался атаковать, но что-то запутался в кнопках, включил не обогащенку, что-то там ДРС не мог включить, передачу вниз переключил, а не наверх на разгоне. Что-то какая-то паника меня, короче, настигла. Но продержавшись этот круг вблизи к товарищу Лэнсу, выезжая на нашу любимую длиннющую прямую на этом треке, что-то меня опять я не справился с управлением и второй раз за эту гонку ушатал болид в стену. Самое странное то, что когда я тренировался перед этой гонкой, я ж много вообще всегда ездил по этой трассе раньше. Для меня самым опасным местом это был восьмой поворот, въезд в старый город Чьорд-Побьери, но подставы от этой связки поворотов я вот вообще не ожидал, прям вот никогда. Но не было у меня реально проблем с ней вообще ни разу. А тут такая вот какая-то вот незадача. Ну, в общем-то, у нас еще одна попытка обойти Строла. И опять у нас скорость 340 за 340 напрямую, мы даже не доезжая до поворота его проходим, ставим фиолетовый третий сектор и, соответственно, оказываемся впереди канадского рентодрайвера. Отправляемся в погоню за Пересом и скоро нас, кстати, ждет пидстоп. На 39-м круге мы вместе с Пересом заехали в боксы синхронно, одинаково переобулись с ним. Строл чуть раньше или чуть позже не помню, это для нас было неинтересно. За это время мимо нас пронесся Дэн Рикьярдо и 2 Рэдбула, но 2 Рэдбула были уже после пидстопов. Рикьярдо на 42-м поехал за последним софтом, за последним отрезком. Честно говоря, его стратегия мне была не очень понятна, очень долго он сидел. Мне кажется, были бы шансы у него побороться, если бы он на более адекватной стратегии был. В любом случае, перед нами Перес, пидстопов больше ни у кого не будет. В 12 секундах впереди Макс Ферстаппин на медиуме, кстати, прошу заметить. И вот тут у нас начинается уже последняя борьба за позицию, за седьмое место. Мы еще так высоко не приезжали, а шансы были. На 44-м круге у нас сошел Даниил Вячеславович Квят и был объявлен режим виртуальной машины безопасности. Я это дело очень сильно не люблю, потому что я всегда проваливаюсь по темпу. Но здесь впереди был Перес, я кое-как ориентировался по Пересу, старался просто на одинаковом расстоянии от него ехать. В общем-то, рестарт у меня более-менее получился, я от него не отвалился на 2 секунды, как это обычно бывает у меня при виртуальной машине безопасности. Также нам немножко повезло с рестартом, поскольку Перес рестарт уже проводил напрямую, то есть он начинал ускорение не самого Апекса, что называется. И здесь у нас внутренняя траектория, Перес меня без проблем пускает, потому что шансов у него-то и не было здесь с той разницей в скорости, которая у нас была. Я чуть позже затормозил, короче, атака прошла, это хорошо. Теперь главное было не пустить Переса, поскольку горячий мексиканец ехал-то все-таки быстро, и соответственно, таким же образом мог оказаться у меня в крыле сзади и пройти меня. Пока мы, кстати, боролись с Пересом, мы подъехали, точнее сократили отставание от Рэдбулов еще на 2 секунды. Мы в этот момент ехали быстрее, чем Рэдбуллы. И что-то в голову нам пришла мысль, что еще 7 кругов ехать, а может быть втопить по полной? Давайте попробуем догнать Рэдбуллы. Но нет, идея была довольно-таки глупой, короче говоря, 51 круг, Рэдбуллы впереди в 9 секундах. Был какой-то момент, когда они отставали от нас, точнее мы отставали от них на 7 секунд. Чека Перес держался сзади, но близко мы его не подпускали, все-таки напрямую не позволяли ему в крыло заехать. В самих вот этих маленьких поворотах он был быстрее, чем мы, а напрямую ему было нечего делать против нашей суперской машинки, да. За прорыв с 18-го места на 7-е, охренительный прорыв, кстати, да? Я становлюсь пилотом дня, Льюис Хэмилтон выигрывает эту гонку, кстати говоря. Обошел он обе Феррари и Ботуса. Сайн завершает на 10-й строчке для него, это тоже неплохой результат, хороший прорыв. Может быть тактика у него действительно была хорошая, хотя не знаю, почему он так низко квалифицировался. Почему там Альфа оказалась в первом сегменте у нас, точнее в третьем сегменте, в первой десятке. Откуда она там взялась, не знаю. Но Каркарович провел хорошую гонку, в принципе тоже заехал в очки, стартуя из жопы. Может быть не такая прекрасная у него гонка получилась, как у нас, но кому какое дело. Я считаю, у нас стратегия была самой выгодной. Также у нас Шарль и Себастьян на подиуме. Хотя Шарль каким-то образом пропустил Себа вперед, он стартовал с полу. Для него гонка, наверное, скорее не задалась, чем задалась. Потому что стартуя с полу, ты всегда стараешься выиграть. Ну и соответственно, итоговый протокол. Если вдруг кому интересно, 6 очков мы зарабатываем к себе в копилочку. Это охренительный результат на самом деле. Я очень остался доволен этой гонкой, и событий много было, и мы не убились в восьмом повороте, чего я боялся больше всего. Да, убились в том месте, где не хотелось бы, и где мы этого не ожидали. Но это гонки, всякое бывает, надо было на полных баках тоже покататься. Да, не удалось стартануть нам с первого раза, но с третьего удалось. И, кстати, это был удачный старт первый раз. Вот у меня получилось удачно стартануть, отыграть на старте позиции, а не проиграть их. Довольно интересная борьба с Карлосом Сайенсом у нас была. Причем и по стратегиям. То есть приходилось постоянно отслеживать его местоположение, где он, как он, в каком темпе и все такое прочее. В общем-то, не знаю, я доволен оказался. Там вот, кстати, в старом городе, вот за этим поворотом, там где вот занавес вот этот вот был, вы видели. Если спуститься туда вниз, то там находится такой спуск интересный. Это я про реальный баку вам рассказываю. Где, соответственно, и была снята вот эта вот старая легендарная фраза Чьёрт Побьери. Жалко, детишки, наверное, не поймут. Ну да ладно, это их проблемы. А у нас же, друзья, впереди Гран-при Канады. Квалификация уже прошла. Гонка для вас, в принципе, уже тоже прошла. Только спонсоры, скорее всего, посмотрят этот обзор до гонки в Канаде. Поэтому я на данный момент результатов еще не знаю. Каким мы отквалифицировались, я уже спойлерить не буду. Заспойлерю лишь то, что у нас очередная гонка в ливень. В отличие от Испании, в ливень здесь все равно можно обгонять. Поэтому, надеюсь, будет что-то более-менее интересное. В любом случае, 70 кругов боли нам здесь обеспечены. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. Я знаю, на формулу приходят новые люди. И это приятно. Пишите все, что вам приходит в голову по поводу того, как прошла наша гонка. Потому что чем больше комментариев, тем больше нравится это видео Ютубу. А чем больше нравится это видео Ютубу, тем большему количеству людей он предлагает это видео посмотреть. А чем больше людей это смотрит, тем больше мне хочется пилить видосики. Так что, вот такая вот простая арифметика. Еще раз, опять-таки, всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. И пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!